Всем привет, с вами Юмилия. В этом месяце, в июле, я стримлю по понедельникам, средам и субботам в 6 по МСК. И на стримах я играю в игры, общаюсь, но также делаю реакции, как, например, сейчас. А это, если что, перезалив. Не забывайте про мой инстаграм, про второй канал. Сейчас будем смотреть ролик с Индука, космическое позорище. Надеюсь, что ничего не лаганет, потому что ОБСК или Ютуб сегодня шалит, вот что-то из этого. Поэтому, поехали! Дневник Капитана. Звездная дата 2К19. До сих пор на руках в Ютубе с самым громким взрослым мультом является Масяня, которая уже успела родить сына и дочь. Рунет завален разноцветным бредом для блатенцев и историями о детских травмах, но мы продолжаем поиски и живем надеждой о новом достойном проекте. О, Закатон. Кстати, много известных аниматоров сейчас увидела. Кажется, мы что-то засекли. Взгляните на экран. Новый супер мульт. Про тех, кого ты так любишь и ненавидишь. Про кого? Громкость на максимум. На максимум? Такого ты не ожидал. Калашник, как бургер. Мой калашник, как бургер. Калашник, как бургер. Вы должны досмотреть до конца. Чего? Не особо охота. Так, текст дисклеймера, который никто не читает, я немного прочитала. Создать отечественный мульт с рейтингом выше 16+, это событие, которое пропускать не стоит, так что держу в курсе. В феврале 2019-го такое событие случилось. На русском ютубчике, на абсолютно пустом и анонимном канале, внезапно появился вполне неплохо нарисованный мультсериал. Миссия Аврора. Хорошая картинка, отличный звук. Чего-то знакомое, кстати, я, по-моему, про него слышала. Но при этом тупейший сценарий, накрученные просмотры и максимально профуканный потенциал. Лучший? Давай где-нибудь спрячемся. Да, дорогой, сейчас мы спрячемся в нашей каюте. Чего же фигня? Ну его нафиг. Фигня какая-то, честно. Зачем? Зачем кому-то мертвое тело Ленина? Какой крейсер есть? На этом, в общем-то, и все. Дальше сюжет никак развиваться не будет. Зато Ленин, от происходящего на экране, будет переворачиваться в гробу с такой скоростью, что вырабатываемой энергии хватило бы, чтобы реальный крейсер Аврора по-настоящему в космос запустить. Все, оказавшиеся на корабле, устраивают что-то типа королевской битвы за право быть капитаном. И тут мы обнаруживаем, что вместе с кучей рандомных людей на борт попало и куча рандомных отечественных селеб, с которыми весь хронометраж здесь будет происходить уморительный троллинг. Я приветствую вас, дорогие космонавты, и, как вы уже поняли, лишь я достоин быть капитаном этого корабля. Я приветствую вас, дорогие космонавты, и, как вы уже поняли, лишь я достоин быть капитаном этого корабля. Как его зовут? Женя Бажанов. Он даже про него говорил, я не видела. Искусственный разум корабля заявляет, что капитан определится по отпечатку руки На ней почему-то должно быть шесть пальцев Блин, мне не хватает одного пальца А ты хрен положи Не могу поверить, вы тот самый автор дневников Ха-ха, ну вы поняли, Бузова типа членодевка, ну смешно же У Бузовой есть хрен, типа всем это известно Она ведь постоянно с ним ходит, размахивает им туда-сюда Ох уж эта Бузова Слушайте, может эта шутка просто слишком сложная, ее поймут только фанаты Бузовой Я решил погуглить, может я плохо слежу за шоу-бизнесом и она поменяла пол? Нет Может она выпустила лейс со вкусом хрена? Нет Блин, как я давно не кушала чипсики Такой соблазн Самое близкое, что удалось нагуглить Российское подразделение Burger King ради шумихи отправило Бузовой блюдо под названием «Большой хрен», когда та развелась с мужиком Три года назад Да На ваших экранах плохие шутки Ладно, хрен с этой Бузовой Дальше появляется Гудков, у которого из спины вырастает шестипалая рука, идеально подходящая под отпечаток Так что, собственно, он становится капитаном Да, сученьки Теперь всем понятно, кто тут батенька Да вы, батенька, хам! Если вы думаете, что эта тема с третьей рукой как-то связана с действительностью или будет объяснена в сюжете, то, блин, вы прям как я Ждали от этого мультика слишком многого Зачастую главных героев отправляют бороздить вселенную тогда, когда уже совсем заканчиваются идеи для сюжетов Ну, это как в аниме, типа, знаете, там, идут все в какую-то купальню или искупаться на море, вот это вот сцены в купальниках, вот тоже самое, мне кажется Только в обычных мультиках происходит Так как персонажи изначально не были предназначены для космических путешествий Хотя, три богатыря в космосе я бы посмотрел, конечно Эй, гадюки иноземные, спустите меня на емлю Не верю, что ты с чем-то в космосе Совсем иначе дела обстоят с мультами, где действие уже изначально связано с космосом Сложно зафейлить концепцию густонаселенной галактики, в которой дается полная свобода для полета фантазии Сколько причудливых форм жизни можно придумать? Сколько законов физики можно нарушить? Мульты про космос это всегда отсутствие рамок и веселый научно-фантастический абсурд Чёртовы кольца! Я это смывал и даже взрывал! Футурама, Рик и Морти или новый Крайний Космос Вот отличные примеры грамотных космических комедийных мультов И миссия Аврора терпит полный крак в сравнении с любым из перечисленных Конечно, сравнивать телевизионные мульты с ютубовской анимацией может немного неправильно Но Крайний Космос, так же как и миссия Аврора, начинался с ютуба И это вообще супер вдохновляющий пример, о котором вам обязательно нужно знать Автор мульта Олан Роджерс, такой же обычный ютубер, как я, разрабатывал пилотный эпизод в районе 5 лет Вкладывая личные деньги в такое весьма недешёвое и трудозатратное дело, как анимация Он очень рисковал в итоге остаться по сути ни с чем У Авроры мы видим совсем другую историю Бабки есть и на нормальных аниматоров, и на нормальный звук, и на накрутку просмотров Задействована куча людей и ресурсов, но автором проекта... Мне кажется, они хотели выехать за счёт вот этих вот знаменитых личностей За счёт каких-то вот таких вот отсылок Типа, о, Бузова есть, фанаты Бузовой набегут, о, ЛД есть, фанаты ЛД набегут Даже бэткомедии она впихнули, но какой-то бред абсолютно не получается Вот честно захотелось посмотреть этот мульт О, Кубик в Кубе Помню этот мультик Руси хотел вместе посмотреть В детстве он его смотрел, а я его не смотрела Вот, и он вместе, мы с ним, по-моему, чекнули первые два эпизода А дальше чё-то даже не рассмотрели Ух ты, прикольно Ну это чисто видно, что реклама, чуть-чуть промотаем, но всё равно всё прикольно Прикольно сделано, и прикольно он предоставляет информацию Это у меня ещё 15 тысяч подписчиков, да это накрученный Зачем, почему, для чего, для кого, а главное, кто это сделал Никакой информации Список аниматоров Танк, Дед Доест, Рыжая Няша Звукорежиссёр Тот, кого никто не видел Режиссёр Гном Гномыч Чем-то напоминает титры в Дэдпуре Уже ли авторам было настолько стыдно за это нечто, что они постеснялись оставлять в титрах свои настоящие имена Всё это добром не кончится Возможно Вернёмся к сюжету Новоявленный капитан Гудков в радостном танце случайно ломает систему навигации корабля И судно устремляется прямо к солнцу В принципе, на этом мульт можно было и заканчивать Да, было бы круто Но крейсер спасает пролетающая мимо космическая капсула с полудохлыми белкой и стрелкой на борту Откуда эти собакины вообще взялись в космосе в 2019-м, если в далёком 60-м они благополучно вернулись на Землю? Ну, как откуда? Надо же ввести в мультсетапчик для панчлайна с Паниным Белка и стрелка летят в солнце Там ещё про Панина есть? Панин пускает слезу, потому что любит собак Белку и стрелку сбивает... Это прозвучало ужасно Любит собак Ладно Что? Что? Что в него срубит, сучки? Панин радуется Что это было? Что за дерьмо вообще? В последние всех эпизодов, а особенно под конец, создаётся ощущение, что проект создавала сумасшедшая нейросеть, в которую загрузили русский ютуб Потому что зацените это повествование Одержимый гнойный убивает Дудя Потом Поперечный, Собчак и Скриптонит пытаются вызвать его дух, но к ним является призрак Чаки И Поперечный занимается с ним сексом Что? За говно? Поплачь, это поможет Вряд ли Тут никакие слёзы не спасут положение Понимаю логики в подборе персонажей Михалков, Бэткомедиан, Шнур, Ильич, Боярский, Зюганов, Жирновский, Дудь, Поперечный Просто всех вот так вот вкинули в один мульт, перемешали и получилось непонятно что И плов готов Тут мульт реально надо вставить Вот зачем здесь Басков и Киркоров? Эти чуваки не вылезают из медийного поля уже 20 лет На них уже было столько пародий, что... О, да, я помню этот мульт вообще Они в итоге сейчас сами превратились в пародии на самих себя Селебы сами над собой стебутся смешнее, чем это делает мультфильм При этом сюжет эти двое никак не двигают И существуют здесь только для манерных гейских гэгов И так тут со всеми персонажами Козловский козёл и поехавший гей Козёл Милонов просто поехавший гей Поперечный вообще гей-педофил Готовый тарахнуть даже стрёмную куклу Чаки Конечно, поиграем, малыш Чё за говно я сейчас вижу на экране? Тут ненавидят женщины и поэтому, наверное, тоже гей Я часть искусственного интеллекта корабля Главное, что не баба, а то я их как-то не очень Как вариант, мульт специально делали всё хуже и хуже Чтобы им уже просто обрубили финансирование Последний эпизод это вообще просто набор тупых, несвязанных между собой гэгов Киркоров втирает Фейсу, как он нежно успокаивал напуганного Баскова Басков говорит, что всё было наоборот И шутит про молот Тора Кричал Как они вообще связаны с... Вообще, почему я задаю такие вопросы? Тут же всё нелогично Что не хочет умирать? Что ещё молот? Представляете? Молот может быть только один Тора! Забей! Потом на это реагирует Фейс Или не реагирует, а просто говорит в пустоту Мои слова, они как эти Ну, как звёзд Меня ещё поражает озвучка Типа персонажей вообще никому не подходишь А песни? Песни, как торты Их приятно кушать Я ведь политически настроенный чувак Ну, могу и прохуй спеть, если надо Калашников, как бургер Мой калаш... Блин, честно, я не знаю Мне сам ролик... Я понимаю, типа, Сындук над этим стебается Всё в этом плане Но мне самое стрёмное Зайдем наблюдать Вот честно Чё за говно вообще? Ну, типа, разбор мультсериала Да, окей, но Этот разбор можно было закончить Ещё в самом начале Когда он сказал про корабль И вот про Бузову Вот На этом моменте Это дерьмо можно было бы закончить Потому что здесь всё настолько Нелогично и дебильно И тупо рыло сделано Что просто Я не знаю Как это вообще на Ютубе Не забанили Не застрайкали И кто это сделал Самый главный вопрос Тем временем В соседней каюте Показывают пародию На зелёного слоника С Жириновским Ой, ой Спасибо за донат Чувствую такими темпами После просмотра такого FBI OpenUp Реально у меня будет Я чуть позже прочитаю Спасибо Призрак Дудя Жалуется грузоподъёмнику Что он умер И заканчивается всё тем Что BadComedian Взрывает корабль О И на фоне всего увиденного Концовка с Женей Баженовым Выглядит как-то Подозрительно здраво И самоиронично Персонажи не прописаны Цель миссии неясна Удивительно, что вообще Это всё существует О, там Катя Клап отсылочка на них Просто деньги на ветер А ведь бюджет у этого предприятия Явно не маленький Корабль, экипаж Новые технологии Для чего, зачем Надеюсь, что за этим Не стоит фонд кино Что они скажут в своё оправдание Эксперимент явно неудачный Слышали уже Люди, которые создавали Аврору Скорее всего полностью Отдавали себе отчёт В своих действиях Ну, как минимум художники Иначе зачем им было Прятать здесь Морти Сучуанский соус И кучу персонажей Из нормальных мультов Аниматоры явно знакомы С поп-культурой И в целом шарят Эти пасхалки Словно крики о помощи Что ж, не волнуйтесь Я вас услышал Знаете, в каком ещё Русском ютубовском мультсериале Любят прятать пасхалочки? Ну, блин, Боб этот об Хотя я давно уже его не смотрела Знакомьтесь Это Боб Талантливый и познавательный проект Который по стилю анимации Очень подозрительно Напоминает теперь Не только скандальные Ядь ТВ Но ещё и Аврору И что самое странное У всех трёх проектов Практически полностью Отсутствует информация Об их создателях И если с пропитанным Политическим промыванием Мозгов Ядь ТВ Эта анонимность Вполне объяснима То Боб Отличная тема И даже как-то жаль Что про его создателей Почти ничего не известно Кстати, да Есть такое Но может Этой информации нет Как раз потому Что эти люди рисуют Одновременно И прикольные Научпоповские мульты И грёбаную пропаганду ненависти Кстати, спустя месяц Всё может быть После закрытия проекта Миссия Аврора На ютубе снова Ожил Ядь ТВ Совпадение? Не думаю Всё это, конечно, Лишь слухи И непроверенные теории Но они вполне могли бы Обрасти пруфами Если бы люди, Которые в этой каше А ведь реально Если посмотреть, То на Боба Очень похоже Вариться взамен на пруф И не требовали Предоставления Политического убежища Извините, чуваки У меня нет возможности Предоставить вам Политическое убежище Знаете, я была счастлива До этого момента Потому что я не знала О таком мультике Как вот эта вот Миссия Аврора И лучше бы не знала дальше Говно говном Честно Объективно Даже если постараться Найти что-то хорошее В этом Это, наверное, Только рисовка Всё На этом все плюсы Заканчиваются Я немного в шоке, Честно Это не сравнится с Бобом Ну вообще Чем-то похоже И А вот Откуда вы можете знать Что реально Этот мультик Не создавали создатели Боба Ведь о них же Тоже ничего не известно Как о создателе этих мультиков Всё может быть в этом мире Но люди чаще всего Как-то Убирают Отталкивают Выкидывают Из своей головы Подобные вероятности Думая Типа А, это глупо Это глупая догадка Но ведь всё Может быть Всё-таки Субтитры создавал DimaTorzok